Есть ли будущее после оккупации? Чем живут и чего ждут жители захваченных территорий Донбасса? Аналитики подводят итоги 2015 года. Говорят, украинцы, живущие на мирных территориях, знают о какой-то далёкой антитеррористической операции. А те, кто живёт по другую сторону линии разграничения вооружённого конфликта, поняли, что такое война. Сначала жители так называемых Луганской и Донецкой народных республик ждали подмогу. Но проект спасительной Новороссии провалился. Ряд экспертов уверены, стратегии, что делать с оккупированными территориями нету, что полностью дезориентирует украинцев по обе стороны конфликта. Мы не знаем, каждый из нас не знает, чем завершится этот конфликт, когда он завершится. И вот эта неопределённость нас будет сопровождать ещё достаточно долго. Эксперты считают, что вооружённый конфликт – это лишь элемент войны информационной. Нужно понимать, что наши соотечественники под прицелом пропаганды, информационных и дезинформационных атак. Аналитики утверждают, что не все жители оккупированных территорий пророссийски настроены. Однако смогут ли они прийти в себя после такого безумного информационного давления, покажет время. Информационная ситуация и ситуация по безопасности, которая насаждается, как раз направлена на то, чтобы люди, грубо говоря, закрывали рты, соглашались, скивали головой и больше молчали, нежели возмущались. А возмущаться есть причины. Время от времени отчитываются эксперты. Появляется информация об убийствах и пытках, незаконных задержаниях и принудительном труде на территории так называемых республик. Свобода самовыражения, мирных собраний и даже религий жёстко ограничены, как и доступ к медицинскому обслуживанию. Сюда же добавляются серьёзные проблемы с оформлением любых документов и ограничением свободы передвижения. В таких условиях заканчивается для жителей оккупированных территорий Донбасса 2015 год. И, судя по динамике развития событий, резких изменений и улучшений для этих людей, по крайней мере, в начале 2016-го не предвидится.